Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Испанский каталонский живописец и график. Мастер портрета и карикатуры. Лидер национального модернизма Рамон, Касас и Карбо. Родился 4 января 1866 года в Барселоне. Сын эмигранта из обеспеченной буржуазной семьи. В 11 лет бросил школу и начал брать частные уроки живописи. Я цитирую Википедию. В 1881 году опубликовал свой первый рисунок в модернистском журнале Овенчи. Одним из основателей которого вскоре стал. В том же году приехав в Париж, поступил в частную академию Карлеса Дюрана. В 1883 первый раз выставил свою работу в Париже. В дальнейшем ежегодно бывал в Париже, проводя основную часть года в Барселоне, а также в Мадриде и Гранаде. Всегда много путешествовал, был фанатиком велосипеда. Подружился Сантьяго Рузиньолин с уолагой и женом Карьером. Перенес туберкулез в 1886 году. Вместе Рузиньолин работал над книгой «Покаталогнее. Тексты Рузиньоля. Рисунки Кассоса». В 1890-е годы период наивысшего расцвета его творчества. Большие выставки Кассоса прошли в Мадриде, Берлине. Его работы были показаны на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Со времени основания, 1897 года, регулярный посетитель кафе «Четыре кота». В 1900 году две работы Кассоса, в том числе портрет Эрика Сатти, экспонируется на Всемирной выставке в Париже. Его картина «Подлая Горота» получает премию в Мюнхене в 1901 году. Горота – это орудие казни через удушение в Испании. Работы художника выставляются в различных городах Европы в Буэнос-Айрисе. В 1903 году Кассос становится постоянным членом Парижского салона на Моросовом поле, что дает ему право на ежегодную выставку во французской столице. В 1906 году его моделью впервые стала Жулия Пирайра и Гриккарта, которую он впоследствии не раз писал и на которой в 1922 году женился. Она была моложе художнику более чем на 20 лет. С 1907 года много времени проводит в заброшенном Бенедиктинском аббатстве Сан-Бенет, выкупленном и восстановленном его матери. С 1912 года после смерти матери становится владельцем монастыря. В 1908 году путешествует по Кубии, США. Он вообще постоянно и много ездит по миру. Даже во время мировой войны его выставки проходят в Вене, Будапеште, Мюнхене, Мадриде, Париже. Умер от туберкулеза 29 февраля 1932 года. Похоронен на Манжуикском кладбище в Барселоне. Вот так вкратце из википедии о испанском и каталонском живописце и графике, мастере портреты и карикатуры, лидере национального модернизма Рамон, Касас и Карбо. Пока-пока, до свидания. Смотрим по работе.